добрый день дорогие друзья сегодня снова с вами вальдемарко и значит я хочу ответить на один комментарий не обращайте внимание что возможно значит видео будет некачественно потому что уже темнее темно и то что у меня сзади бардак вы ребята знаете что у меня значит ремонт и так далее так далее просто я хочу ответить значится на такой комментарий который сегодня был значит написан не хотел я ребята вообще затрагивать эту тему потому что у меня уже есть видео на эту тему и не хочется мне значит все таки про политику про все это говорить про историю но все таки значит как-то он меня все таки вы вынудил наверно еще раз на эту тему поговорить значит я не знаю откуда он появился значит ник у него николай черкасов вот давайте ваши прочитаю что он написал и потом тоже значит в описании видео и он и значит комментарий там будет написано вдруг если вы что-то не поймете за что я говорю звук я уже наладил ребята вот тему серьезные давайте я сейчас почитаю его на комментарии вальдемар может сталин и был прав у нас вас депортировал вы и на фронте не были а были бы от вас ничего ничего и не осталось бы другие к немцам перебежали бы как думаешь без обид чтобы я не обижался но по сути вы к нам с большой буквы написал вы вы к нам пришли из екатерины вы к нам пришли а вы к нам пришли при катерине потом вы с гитлером пришли а кого кого ешкин а кого ешкин кот немцы обижается что на них немцами всех немцам называется называет я про я про деревню говорю никогда допустим немец ну допустим советском союзе да и сейчас я не знаю никогда не 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 обижался что на него говорили немец никогда в жизни и я вам сразу скажу что допустим я знаю многих людей которые меняли меняли фамилии ну по тем временам может это было правильно не я не знаю я не мне их судить даже у нас на деревне жил один мужичок у которого была у меня фамилия русская и украинская а на самом деле он тоже немец вот и меня отец просто бы сказал что он немец но он говорил без акцента по-русски он тоже бы поменял фамилию ну это значит у людей свои дела на свои проблемы захотел поменял не умеет судить но были люди которые их меняли и поэтому если он говорит что нам не нравится допустим еще она выговорит немец почему нет ночи аниме есть немец ищите допустим а русский на тебя говорят русской тоже не обижайся смешно как-то но вообще которого комментарии такое было не очень-то хорош но я просто хочу на него ответить давайте папа по порядочку пойдем ребята вы знаете что за кто давно мне сможет что у меня у вас была масть видео на эту тему мы еще раз маленько хочу рассказать потому что вот он написал комментарии и действительно может кто-нибудь там в этом поверить да и что он пишет еще так она есть на самом деле на самом деле то что написал все это барахло вальдемар может сталин не был прав вас депортировал но он имеет ввиду не меня моих родителей может быть да может он и прав я уже как-то об этом говорил может быть чисто значит стратегически по военному может быть действительно он правильно сделал хотя в принципе сталин давно уже зуб имел именно на автономную республику в россии в советском союзе скажу еще раз все раньше в советском союзе была автономная республика именно в по волже столице была по-моему английс потому что как-то я в танки играл с ребятами и с ними тоже по skype разговаривал и играли и это начал рассказывать о нем откуда немецкуда появился сказал как вы уже не знаете что ли раньше была знать автономная республика так он мне не поверил вот молодой парень ему лет 17 18 а он даже не знал что в советское время раньше была автономная республика немецкая он бы был не поверил вот вы пока играли ну молодежь что они ушли он сразу залез в интернет пошел и посмотрел да точно не было ведь вальдомарь изменил ягод не знал понимаете и вот поэтому я хочу это видео снять потому что вот этот человек написал только комментарий а другие кто не знает что допустим даже вообще что это автономии не было не поймут и подумать чем прав а была раньше автономная республика но и обратно никто нам не отдал но я имею ввиду немцам доктором жили потому что всех потом депортировали и все подписали бумаги все 25 лет вы не имеете права вернуться на свои земли обратно ребята это это правда никогда депортировали значит люди все оставили там свои дома оставили в руку чтобы ну как вот представьте вот вот сейчас вот вы у меня смотрите да мы сейчас к вам придут и скажут давайте собирайтесь и выходите и все значит на вокзал собой этого брать то что необходимое все вот поводу представьте сейчас все у вас есть у вас нажит это машина дате все это взять его сразу и забрали и увезли и 25 лет вы не имеете права обратно вернуться куда жми потом через 25 лет вернетесь все чтобы было маме нажито балалайка вы не получите вот представьте такую ситуацию сперва вот так вот и было нас с нашими родителями с моими дедушками и бабушками когда и когда депортировали целая была война он понятно просто вышивую ситуацию поняли вот читаем дальше вы на фронте не были он не прав он ни черта не знает а там даже мой подписчик тоже написал он может быть в интернете знает данные я данных не знаю а вы помните я рассказывал про свою тесте мой тесте тесто тоже немец и он был на войне помните я вам рассказывал да он сам с девятнадцатого года а когда началась была война и он как раз был в армии и поэтому он попал на войну потому что он был в армии началась война и поэтому он попал на фронт и у него три ранения у нас на моего тесте было три ранения и у него была справа инвалидность вторая группа им и даже им платили за инвалидность уже как пенсия была а потом когда сделали третью группу его отправили в сибирь и вот там еще 9 лет был может к этому еще подойду и вас перехожу своего комментарий по порядку прочитать вот такие вот вопросы меня затрагивает шибко на фронте никого не было ответил если если бы а если бы были то от вас бы никого не осталось все перебежали бы к немцам и глупости я не понимаю вот но почему вот считаете еще немец то значит фашист все должны перебегать это как сейчас ситуация как на украине еще украине значит укроп это же неправильно ребята просто вас такая пришла и некоторые есть которые поддерживают эту власть ну не вся украины укропы то же самое как и вот ситуация с немцами вот она война была да ну допустим здесь был наш скам воевал тоже ему предлагал между почему ему поляк предлагал давай-ка перебить перейдем ночью границу потому что отец отец он вот есть он умный по-русски с акцентом говорю и он супер он все слыхал и запуска разговаривали а ночью все слыхать ночь вообще хорошо слыхать вот и он все переводил о чем немцы говорили этому поляк ну как он был как русский поляк вы помните как я потому что приду к этому просу подкуда он появился все стал советским полякам он ему и давай ванник перебежим границу у меня там ему мельницы и и нет не меньше он там вопив завод заживем по-человечески отец сказал мне звезли куда я побегу у меня здесь родина а у поляк ушел ночью поляк ушел а дед остался ну вот здесь мой остался потом поэтому все то что он говорит чтобы сразу бы синим перебежали нет ребята нет меня забывать что допустим очень много тоже людей сдавалось когда война началась я не хочу именно конкретно говорит про про нации дашка никого не обидеть но была война там укажут нам час кажется так вот все просто вот война цена была воевать добавлайка там пуля летит одно а когда снаряд разрывается тому звук штаны наложите и там каждый человек начинает думать о самой своей жизни какую ситуацию он попадет а то что нам раньше показывает советском союзе это все военные такие фильмы такие все патриоты были этом вранье все это это в каждой ситуации то есть а как и как сегодня почему многие рвутся за границу к учет вы допустим уезжаете ну я тоже уехал вы к учету вы уезжаете да скажем так войны не только учета уезжать за хорошей жизнью а так самое было и на этого не жить каждый хотел ну допустим поэтому я даже не осуждаю тех кто в плен сдавался или покой ситуации при попали я я не знаю поэтому их не осуждаю другая вещь когда ты сдался в плен а потом ты еще еще допустим на она фашизм работал и иначе своих людей убивал это уже другой вопрос а на какой там ситуация получился отчет и в плен попал это вопрос и поэтому что он говорит все бы ним создались ничего подобного вот так вот дальше почти так вы издались как думаешь безобидно да я не обижаюсь просто маням удивляет такие вообще-то в комментарии такие вопросы глупости просто ребята еще учебно сам не сомневаетесь ну зайдите в интернете вы же ребята ушли все ну ну зайдите посмотрите там все же есть а вы у меня спрашивали будто и наверное этого не было но я знаю значит тоже мне родители рассказывали то что мне тесто скажу что мой тесто намного старше моих родителей мои родители с тридцать девятого года и когда варя варя началась краю переселяли им всего по два года там было поэтому они толкнут все ничего не знает а то что потом дедушки бабушки рассказывали они в этой жизни жили ему мне там рассказывали отец у мне все тоже все расскажу поэтому я от него больше знает выпустим чем от родителей без обид но я то не и не обижает но просто считаю все так хорошо так но по сути вы к нам пришли при екатерине потом вы с гитлером пришли да мы не пришли с гитлером я как я уже объяснял была автономная республика немцы там жили вы жили веками там патрисовый 40 лет прошло даже я просто не буду ребята в тонкости да там даты 10 я просто как его прочитал и все будем в разуме делать видео не делать кому еще то хочет может посмотреть я после говорю свое свое мнение хочу сказать они тоже показать эту умный грамотным но факт то что есть факт и я хочу вам рассказать что я думаю на эту тему что мне написал все это смешно потом вы пришли с гитлером неправильное понятие и вообще даже немец фашизм за не обозначает немец фашист фашизм вообще в принципе фашизм нет германии вообще пошел учите историю не буду вам все объяснять сами найдете фашизм 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 это не нация фашизм и в россии есть в любой стране есть фашизм ребята как говорится патриотизм и фашизм это разница на 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 один шаг что тут а мы тема подумать не будем так вышли и почему немцы нас обижаются носить что называет немцам я уже ответил я просто хочу рассказать повторюсь может быть сейчас все-таки была республика и между прочим за счет автономной республики цена еще она не была автономная может и была уже именно германия тогда была революция да а германия между путем первая признала советский союз первая признала и признала там тоже чего автономная немецкая республика и поэтому посчитайте тоже еди где-то читал и поэтому стали ну давно уже значит немцы мы давно ему уже этом все мешало мы давно уже хотел немцев оттуда убрать не потому что там лодыри были вот туда любимый народ и там 8 все просветало сами школы были институты были все было ребята на немецком языке ну как допустим сейчас допустим в казахстане да и как допустим сейчас какой-то другой стране как вы же вы считаете в снг другая страна допустим вы считаете в киргизии другая страна для меня она советский союз для меня это не другая страна но как и понял молодежь считаете уже как за границей а эти мечтаю вот и и значит очень развитая было его даже еще взять вот когда была голодовка по волже посмотрите и весь этом всем живом июте это все было сделано специально посмотрите сколько она чувствовать к союз именно в тот год когда была голодовка в положе сколько она продала зерна за границу все это посмотреть по серу перед причем записались писать такие комментарии нужно поковыряться вот и поэтому стали давно уже хотел начать немцев убрать может по-любому была война стратегически может он правильно сделал но нужно было все равно относиться людям по-человечески я понимаю что война ребята я понимаю что там поезда были такие именно коронники были да я понимаю что там не надо было люксус прислали на судьи в люкс съехали она и яска говорю с каком мне тёща рассказывала она жила на украине и тоже когда пришли сказали давать и два часа всех собираемся все собирается вы сельского совета грейки все необходимые все одно и уже старые я не умные же были взяли были с собой по моему полночка пшенки вот по дороге пока ехали эти пшенку тоже выкинули ехали за на лошадях здесь люди шли пешком все довезли на лошадях и эту пшенку все скинули лошадям тяжело вот но я говорю еще не в том смысле что допустим нам люксус надо было прислать да там там допустим какой-нибудь поезд такой нет ну хоть хоть даже сумма на обогревалась разрешалось только брать четыре полена вот еще где где-то поезд останавливается то каждый человек только мог взять четыре полена будет там на на станции больше не разрешалось но что такое допустим четыре полена это был октябрь месяц это был октябрь месяц это по-любому везли их на север и ехали они не два не три дня там знать как как раньше везли по поездам не идут у нас будет война же было и поэтому пока и довезли до казахстана очень много времени прошло и вот разрешался выбрать четыре полена людей замерзали даже люди вот именно когда вот их переселяли и депортировали вот и подругой много людей померло особенно детей и сары стариков много померли из саду же всех разделили т.е. мужчин и женщины всех были разделили то есть мужчины которые могли работать то есть не были еще старыми их всех на сетю дарь мы сразу отправили а женщин и детей всех отправили у кого в казахстан кого в киргизию кузы раскидали по по всему советскому союзность там на алтай и очень много было в омске образовываю как бы в сибири раскидали все вот и значится от есть как я говорил что у нас была война он был в армии кассы в арабовании он воевал и по смоленскому на что он в один день получил три ранения то есть первый снайпер был в него попал а потом осколочными каким там все снарядом и еще два ранения вот и потом как я уже говорил и словоски по моему в госпитале сперва был дали ему вторую группу потом отправили его в цели наград это в казахстане сейчас это столица столицы казахстана сейчас она так мало у меня нет мало и как шансов на столице казахстана вот он там год наверно еще был а потом всю группу убрали а вторую сдали ему третью и отправили его значит а в сибирь лишь потому что что он немец хотел был на войне и он воевал и потом он там 10 9 лет когда там был там ни разу и ребята и никто его зима победа не 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 по не поздравлял все эти года вот когда он жил там советскому союзию ни разу именно 9 мая никто его не поздравлял только один учитель что деревья где он жил только один учитель персонально его что поздравлял потому что он знал что дед был на войне и он считал он сам был украинец по моему или русский но он ветеран был да он узнает узнал что война и он узнал наверно те деду все равно больно чего не на словах не поздравляет а он персонально себя к нему приходил его поздравлял персонально позву в этом отношении было а как от раза государства там когда были парады никогда у на трибунах не стоял ни карточки не открытся никто его не поздравлял даже потом когда уже мы взрослые были женатые были одеты уже не хотела едва давай поймем больницу там врачи то определять у тебя это самое а уже документы все пропали как обычно ничего не нашлось потоком в германии уезжают все документы поднялись все нашлись а то все буду пока потерялась куда-то поздно давали никого ответов не было но умер стал деду давай поедем в районную болезненность там хирурги то не определят у тебя что это у дома в шраму то все остались ребята у него палец был такой кривой когда его снайпер попал когда дед хотел с винтовкой стрелять я и выставили мукас и мы вот этот палец в минутку култышка еще было потом сзади на спине и по-моему на ляжке считаю когда это взорвалось было мы все вырвало было вот и он лежал там ему за уже не стали к нему подходить думать он уже помрет а вот три дня лежал там а все загнил загнулил зубы выжил 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 и даже ему не по теме пошел даже его же а он пиво захотел хотя мы даже потом у него пиво не пил а именно когда вот он болел в госпитале был ему хотелось пиво возглавить и принципе пиво тебе нельзя но махнул рукой ему пей сам врач думать он сидит не выживет машине осколок в легкий был да вот в легкий был осколок и и и и и на яшке и здесь палец еще было вот три ранее не было и поэтому возьмут солнце все помлет пускай хоть человек при спирте пиво на пирсе вот одет на нашу ну кисть я вот есть дед дедом называется он поэтому это вы знаете почему а вот он это пиво пил и ничего потом прошло поправку а значит а а когда привезли значит один мужчин молодых значит ребят на север женщин с детьми на силу где-то в казахстан это же у меня у него друг вот чарли поза вчера спрашивал и говорит если бы умолни казахи немцем не выжили я ничего не стал говорить потому что разная ситуация была просто в том же казахстане там народ конечно по-любому гостеприимный разговор нет ребят но поначалу он же их тоже можно было понять была война тоже там кто-то уже кого-то уже убили за они получили похоронки а тут привезли немцев из понятно только одно слово что немец война и в германии тут вот немцы привезли никто не хотел брать вот привезли людей распределяли же по того ли калибру про люксу сдаваться на поездах не могли вести до везли как я поэтому его вы определили бы людей куда-нибудь ну как допустим беженцев то определяли да когда и кайкову эвакуировали допустим какие-то города ну как-то жители же определяли до нас при походили там просили вот туда заселяли заселяли а допустим тут привезли и получил что не хочет их брать вот люди уже сидят уже вечер уже темно они что брать не хочет а потом пришел наш председатель всказ совета и сказал короче так если вы сейчас эти люди не заберете зато вы все будете в местном совете только тогда потом приняли людей было и такое ребята было и такое что насиловали до насиловали наших женщин подознатупиться за небо мужиков то не были все были в труд армии насиловали и кнутами стигали тоже было такое было и хорошо у некоторым допустим действительно были доброжатные люди такие чуть прекрасно понимали был это кучу был было по-разному ребята поэтому все гипси под одну гребенку тоже не надо все было по-разному было и хорошо хорошо по-любому это не было есть я носит депортировали по-любому барахло то есть имеют в отношении местные жители и кто хорошо относился все по разуму как носились вот такое вот видео маленько для николая киркасов я говорю прежде чем ребята вы такой пишите за просто самим интернет все поищите вы помните что такие на такую тему если вы пишите комментарии просто так сейчас вальдемар сядет и один комментарий я после меня не отвечу ну что это это да вот сейчас я это видео снял это даже я вот канал курить ходил да не в голове уж им больше было тебя хотел сказать я просто не хочу все говорить потому что мы потом носим вы меня не поймете у нас может быть разные взгляды и не хочу через эту политику гнилую все это лести хотя вместе и видим маленькая я поэтому не прекратил все это не хочу это все ребята я просто хочу чтобы было все нормально спокойно но вот когда вот такой человек пишет в маленьком не затрагивает и поэтому я значит все таки решил ответить что он все таки не прав еще он считает что допустим мы прижимы напали мы не нападали мы уже жили там немцы то есть на наши мои деды и мои родители уже жили там ничто на вас не на вас на нас это ответственность даже его и то на нас мы мы на нас не нападали мы там уже жили а что ребята не знает сколько человеку лет я не тоже не хочу это чтобы тоже обижать его как-то но может человек действительно не знаю может быть он где-то тоже услыхал что такое люди говорят вы бы я просто считаю вот лишь того серьезного просто для молодых людей что еще не знаю пока говорить с маленьком интернете там все есть посмотрите ребята после как она почитать мне например неприятно было вычитать где он пишет без обид но мне это неприятно честный когда он так он пишет все значит там прямо бы все там сдавались на войне все любая нация сдавалась не обязательно чтобы ты был немцем а то что если немцы знали язык не обязательно что он обязательно должен был сдаться тоже неправильно между прочим во время войны в оккупированных территориях советского ну когда немцы оккупировали советский союз сама больше именно русские полицаи взверствовали чем все еще и немцы и немцы и немцы тоже орудовали имели германии а между прочим именно полицаи местными еще больше вреда делали поэтому ребята может быть кто-то бы и ушел это по-любому но я в протесте вам рассказал и я вам вы расскажут ему бы он не дожил до 94 года он неделю было осталось ребята не поверите вам постоянно вспоминал именно спорт вспоминал свою родину именно вспоминал свою погрузе саратов из-за песни цена пел что ребята вот когда доживете вы маленькая обсказать 50 60 лет в это по-другому будем мыслить а тогда тем более советском союзе уже потерять патриотизм был где хорошо не было фашизма сейчас я смотрю маленькая из-за патриотизм переходит быть как фашизм начинает друг друга ненавидеть ненавидеть на нас на кавказцев говорите вы чушки на украинцев говорите вы укроп и еще на кого-то по-другому почему вы как-то не за что там как я уже вам не станции после на украине что там такая власть из пришла одно это не обозначается все люди такие значит на кавказцев люди приезжает работать а вы их обзываете но не они же не приезжают просто так шаря во льда я не деньги зарабатывать работают для своей семьи потому что и государство им разрешило приехать они поэтому ездят а вот такое отношение неправильно как-то всех гребсти вот так вот ты знаешь такой ты знаешь такой такой а мы здесь хорошие и начинается друг на друга его даже бывает вот зайдешь на ком видео видео посмотреть если на комментарии как поехали как начинает друг друга ну как как маленькие дети честное слово поэтому я же говорю что нельзя значит нету плохой нации ребята есть плохие люди она ценит плохой любой нации есть хорошие люди но и козлов везде тоже хватает это по-любому но нельзя по одному ребенку все делать поэтому как и про украину я скажу что допустим в нашем у нас совхозе работала значит галина александрова она проработала всю жизнь у нас был там но хорошая женщина у меня трудить и она сама их воспитала мой муж был умер а вот я она сама их воспитала и за истану они как они выгнул к сыну уехал был а тоже на украину у нас отучился в мореход и там на кем на корабле работает потом дочь подросла тоже уехала в киев тоже там осталось и потом со мной училась моя разноклассница ее на последнюю дочку то же самое она после 10 классов тоже уехал туда на украину и потом для женщин доработал до пенсии тоже уехал туда ну как ей я и не могу их и назвать фашистами если вы считаетесь еще одна чем украинством все фашисты тоже неправильно поэтому ребята не нету кстати фашизм это не нация поэтому любой нации из плохие люди а в основном все хорошие просто такой вам совет совет я я кому вам чем могу советовать после воздушения после комментарий маленько зацепила ошибка такую тему я могу много говорить после не хочу будет сильно много может быть обижаться подошел вы будете считать меня уже тоже человек как против как будто я против какой-то нации там нет там так он говорит сумма там где там считаешь писал что значит россии россии никого не на не нападала он ведь он думает быть советский союз я не буду залазить в это все по финляндию не буду говорить не буду про когда сталинский гитлерам закрутил под одни нападения как там потом земли поделились приберет опять человек приводка с чем вы пишете пишите на эту историю маленько посмотрите посмотрите там все есть кто на кого нападала не нападал на афганистан возьмите советский союз чё туда гости пришли что и поэтому не буду в этом тему углубляться потому что тема очень тяжелые ребята поэтому давайте завершим на этом не этом будет все нагрузила по моему ошибку много извините ребята ну просто вот так вот бывает и в комментариях что который меня маленько задеваете я очень неспокойно ведь разговаривать а то вы думаете я там еще не злюсь нет я не злюсь просто хотел все-таки пояснить наш николаю что за что он не прав во многом у не пораж только насчет трак стратегии может быть травм как и я сам с этим соглашаюсь возможно все равно надо было как-то именно к этой стратегии отнестись как томаника более-менее понятно лучше война понятно но все равно надо было как-то людей разместить картошетки надо было что было маленько ему по-человечески, что ли, а то вы везли как скотину и бросили там на празднову судьбы. Я же говорю, там, когда мужията были все в Сибири, да, на трудовых лагерях, а женщины, они не могли прокормить семью. Вот приходилось даже за килограмм муки с мужиками спать. А куда деваться, ребята? Детей кормить, наверное, было. И я эти женщины не осуждаю. Я наоборот говорю, что молодцы. Ради детей я тоже на все пойду. Поэтому осуждать не надо этих женщин. Они не для себя делали, не для своего удовольствия, а делали для того, чтобы дети с голоду не померли. Поэтому уважайте нас стариков. И между прочим, старайтесь разговаривать со стариками. Они вам всю правду расскажут. Не то, что раньше нам начали при Советском Союзе в школе, там говорили, по ушам ездили. Поговорите со стариками. И я вам могу сказать всю правду. Окей, ребята, пока. Спасибо за внимание. Я вам, наверное, уже надоелся. Трахкелка тут. Окей, ребята, пока. С вами был Вальдемарко. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...